Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Иностранная валюта вновь бьет исторические показатели, до каких высот дорос доллар. Их сложно диагностировать, еще сложнее лечить, как живут люди с редкими заболеваниями. Приглашенные звезды из других городов, пушистые ушки, погладить которые выстраиваются в очередь, в Барнауле прошла первая корги-тусовка. Бьет все возможные рекорды. Курс доллара сегодня перевалил далеко за сотню. Иностранная валюта для жителей Барнаула подорожала сразу в два раза. Сегодня днем дороже всего. Доллар продавал ОТП-банк за 173 рубля. Немногим дешевле инвалюта была у Альфа-банка 139 рублей. В Газпром-банке приобрести доллары можно было на 6 рублей дешевле. В Сберии доллар продавали по 119. Самое бюджетное предложение на рынке было у Азиатско-Тихоокеанского банка и почта банка 90 и 85 рублей соответственно. Прошла неделя с тех пор, как жители нескольких государств, в том числе россияне, живут в тревоге. Как объясняют психологи, даже если человек не находится в зоне боевых действий, сила его переживаний может достигать не меньшего уровня. Как спасти себя от паники, чем бы она ни была вызвана и что эксперты говорят о ситуации на сегодня. Принять тот факт того, что я злюсь или боюсь. Это первая стадия работы над своим состоянием, говорят психологи. О состоянии у многих русскоговорящих в последнюю неделю тревожное и даже паническое. Одни сострадают, другие осознают экономические последствия. По статистике Евгении Каниной за последние дни о боевых действиях говорила треть ее клиентов. Как не зациклиться на эмоциях? Дышать именно исходя из этой точки зрения. Не просто успокойся, подыши, а понимать, что моему мозгу, моей психике надо дать сигнал, что то, что происходит, я хоть какой-то контроль могу держать. Соответственно, начинаю дышать. И дальше я начинаю смотреть на диапазон своих дел, что из этого я могу контролировать. Делайте то, что делали. Убирайтесь, ходите на работу, встречайтесь с близкими. И реже читайте новости. Еще один совет психологов. Кленты затягивают, особо впечатлительных парализуют. Опубликуемые мнения могут раздражать, если вы иной позицией. Алтайский историк Анатолий Муравлев, который написал книгу об участниках локальных конфликтов, в том числе на Донбассе в 2014-м, уверен, запад Украины России не нужен. Пусть они сами разбираются, в том числе Чехии, Австрияки и прочее, как с ними поступать. Есть юг, есть восток, который близок нам и ментально, и всячески. Эти территории, которые нам близки, здесь будет лояльный России режим, который должен поправить все те дурацкие законы, введенные в последние годы, в том числе запрет русского языка. А другие специалисты советуют включить критическое восприятие. Это касается и новостей, включенных в конфликт стран, и постов в соцсетях. Информационная война или, как минимум, давление может обезоружить. Чем характеризуют любые снухи, любые информационные кампании, они очень быстро приводят к панике. И вот когда возникает массовый эффект толпы, у толпы умственное в два раза меньше, чем умственное составляющих членов. Там сразу при любой панике отсутствует критическое мышление, и любая идея, что обладает массами, становится идеей фикс. А мы от себя добавим. В интернете достаточно фейков и перекосов. Проверяйте информацию, сравнивайте, если хотите быть в повестке. А может быть лучше пока заняться своими делами и отвлечься, насколько это возможно. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. А мы продолжим. На последнем судебном заседании по делу об изъятии акции «Кучуксульфата» представитель Генпрокуратуры Александр Моруценко оскорбил проверяющих процесс смены собственности завода в 90-е, назвав их негодяями. Причина такого высказывания – показания бывших чиновников и правоохранителей, в которых они подтвердили законность приватизации и у нотариуса, и на допросе в следкоме. Среди жертв нападок гособвинителя – экс-прокурор Благовещенского района, заслушанный сотрудник ведомства Иван Калиниченко, его зам Юрий Теслюк, председатель Краевого фонда имущества Сергей Потапов, руководитель регионального представительства Федерального фонда имущества Василий Ященко и, конечно, бывший глава прокуратуры Край Юрий Пороскун. Последний заслуженный юрист России, госсоветник второго класса, имеет десятки наград и благодарности за безупречную службу. Среди них, например, орден преподобного Сергия Радонежского, нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры» и знак отличия за верность закону. Пороскун отдал правоохранительной деятельности более 30 лет, служил в органах МВД, работал следователем и районным прокурором. В 88-м году возглавил прокуратуру Астраханской области, а затем в 91-м Алтайского края. Во время его службы на Алтае и на скамье подсудимых оказывались заказчики убийств и крупные коррупционеры. Фигурантами дел становились даже руководители ГУВД и ГАИ, военный комиссар и чиновники администрации края. Сейчас, когда оскорбление коллеги из нового поколения прокуроров ударило по имени и чести Юрия Пороскуна, он не смог это проигнорировать. Бывший прокурор края высказался о событиях 90-х в судебном процессе и речи Александра Моруценко. Я думаю, что родители господина Моруценко и его наставники либо допустили некоторые просчеты в воспитании и не привели ему уважения к людям, либо, так сказать, их увещевания упали на плохую почву. Он не только оскорбил НАСА, но и унизил достоинства прокурорского работника, мундир, который он носит, ну и нанес ущерб авторитету центрального аппарата. Я позволю себе к нему обратиться. Если вы мужчина, если вы прокурорский работник, если вы полковник, а еще по табелю о рангах целя Петра, старший советник устиции, приравним к воинскому званию полковник, то доложите своему руководству о своем недостойном поведении на Алтай. Потому что мы этого так не оставим. Я, в общем-то, прежде всего хочу поблагодарить адвоката Максима Мерещика, который заступился за честь ветеранов прокуратуры и в судебном заседании указал господину Маруценко, Александру Викторовичу, начальнику управления генпрокуратуры, на его недопустимое поведение. Хотя, на мой взгляд, это задача и прерогатива суда. После ознакомления с материалами дела, речь идет о событиях 30-летней давности, я припоминаю, что такие проверки по заданию генеральной прокуратуры мы проводили в целом по краю. В порядке контроля мы проводили их самостоятельно. Кроме того, мы проводили их по поступающим сигналам, сообщениям граждан предприятий, учреждений, организаций о нарушении закона при приватизации. Ни при одной из этих проверок каких-либо претензий к администрации кучук сульфата, которая меняла форму собственности, у нас не возникла. Были совершенно дикие случаи, скажем, общежития на Волтайского вагоноремонтного завода было приватизировано и тут же продано в частные руки вместе с двумя остальными, проживающими там людьми и их семьями. И, в общем-то, уже администрация вызвала наряды милиции и частных охранных предприятий, чтобы выбросить их на улицу. А дело было в декабре месяце. И мы, в общем-то, чуть ли не в рукопашную там стояли у двери и не допустили этого произвола. Мне задали несколько вопросов, на которые мне несложно было ответить. Помните ли вы процесс приватизации? Помню. Помните ли вы кучук сульфат? Я говорю, да, я осознаю, что проверка проводилась в каждом районе и не миновала кучук сульфата. Но в числе нарушителей закона кучук сульфат никогда не попадал в тот значительно большой временной диапазон, когда мы этими вопросами занимались. Ну, а там, наверное, немало, ну, 5-7 лет, это точно. А почему не приобщить к материалам дела и исследовать судебные уседания показания прокурора района, его заместителя, начальника отдела по надзору за исполнением законов в экономической сфере. Они непосредственно те люди, которые буквально перелопачивали весь этот материал приватизационный. Чего они боятся? Эти болезни сложно диагностировать, и лекарства от них до сих пор не придумали. Редкими заболеваниями страдают единицы, и от этого у таких людей возникает много сложностей. От постановки диагноза до получения инвалидности. Международный день орфанных заболеваний, о барнаульсах, столкнувшихся с редкими диагнозами, расскажет София Яценко. Галина – студентка, учится в Институте культуры. С виду здоровая девушка, однако в ее организме есть ген, который приводит к мышечной дистрофии. Но в ее случае проявления коварной болезни оказались минимальными. Бывает, что у меня из рук что-то вылетает, я вспотыкаюсь, падаю. То есть она не сильно, потому что у девочек два гена, ничего страшного сильно не проявляется, а у мальчиков один, и поэтому вот так вот. Гораздо меньше повезло ее родному брату. Диагноз удалось установить не сразу. Он постоянно падал. Мы сначала думали, что это, врачи говорили, что это нормально, что все дети в этом возрасте падают. Но у нас уже звоночки забили, что это не все в порядке, надо проверять ребенка. То есть мы долго бились, не могли установить диагноз. В итоге нам поставили недифференцированную мышечную дистрофию, то есть говорили, что это не наш вид, и в итоге вот уже поставили наш вид. Поломка гена привела к полной парализации. Сейчас за ребенком ухаживает мама и старается помогать хотя бы советам другим таким людям. Мама состоит у нас в сообществе мышечная дистрофия Дюшена, где мамочки со всей России состоят с такими детьми. У каждого там разный ген поломанный. То есть они всегда обсуждают, что надо, как это все получить. Здесь, в Алтайском крае, я знаю, что есть в Вибийске такая же семья, и с похожими заболеваниями, не с Дюшена, а тоже там с мышечной дистрофией, но с другими подтипами тоже много уже по Алтайскому краю становится детей. Диагностировать болезнь Артемию тоже не могли долго. Первые симптомы появились, когда ему не было и года. Однако о том, чем болеет, мужчина узнал только в 20 лет. Мы жили тогда в Татарстане, в маленьком городе. И тамошние врачи, в принципе, даже не знали о существовании таких заболеваний. Они говорили, что это, возможно, какая-то просто либо аллергия, либо вообще пищевое какое-то отравление. В Барнауле диагноз установили – болезнь Шенвейна-Генаха. Мне нельзя иметь здоровый, так скажем, иммунитет сильный. Мне приходится на иммуносупрессорах жить и ограничивать его, так скажем, в его здоровье, грубо говоря. То есть, если у меня будет здоровый полноценный иммунитет, то он будет атаковать мой же собственный организм. Во время рецидивов, которые случаются около двух раз в год, Артемий проходит гормональную терапию. Мужчина состоит в сообществе сильнее обстоятельств, старается помочь людям с орфанными заболеваниями информационно. Повысить осведомленность о редких болезнях, чтобы не только люди, просто обычные люди знали от существования таких болезней, об их проявлении, но и доктора. Потому что, как я уже сказал, многие врачи, видя заболевание, они могут его просто не диагностировать по внешним признакам, потому что не знают, как оно себя проявляет. Участники сообщества активно проводят разные акции, чтобы объединять людей с редкими заболеваниями и оказать поддержку тем, кто в ней сильно нуждается. София Цинк, Алексей Фризин, День с толком. Наконец стартовала ежегодная всероссийская акция снежного десанта. Ее перенесли на конец февраля из-за роста числа больных коронавирусом. Ну а сегодня алтайские бойцы отправились в 17 районов края. Там они проведут занятия по профориентации для школьников, расскажут о вузах региона и требованиях к поступлению, проведут творческие мастер-классы и концерты, а также окажут помощь по хозяйству пожилым людям. Всего в путь отправились 17 студотрядов. Акция будет проходить до 5 марта. Люди, безусловно, ждут нас очень сильно, они радуются нам, потому что мы как-то меняем их жизнь, приносим яркие краски в их жизнь. То есть люди нас любят и ждут. Они дают нам энергию, а мы отдаем ее им. Около тысячи человек пришло на корги-тусовку в Барнауле. Мероприятие проходит в парке Изумрудный впервые. Хозяева приводят своих питомцев корги на площадку для выгула, а все желающие могут погладить собаку и сделать с ними фотографии. Мимо такой тусовки не смогла пройти и наша съемочная группа. Первая корги-туса в Изумрудном. Кто бы знал, что на нее придет около тысячи барнаульцев. Даже сами коржеводы, хозяева корги и не подозревали, насколько обаятельны их питомцы. Дети, взрослые просто не дают прохода четвероногим. На небольшой площадке собралось порядка 30 корги. Вообще, я думала, что немного, но вот сегодня я поняла, что очень много оказывается корги. Просто они где-то прячутся по ходу дела, их нужно собирать. Аннабель вообще приехала на эту встречу из Алейска. Как говорит ее хозяйка, Аннабель – единственный представитель корги в своем городе. Поэтому здесь у нее еще есть возможности присмотреть жениха, чтобы спасти род корги в Алейске. Аннабель создана для любви. Она у нас одна в Алейске ходит, мне хотелось бы как бы сближить ее с сородичами, со своими. А это Степан. Он создан для суеты. Шкодливый, энергичный и не похожий на сородичей. Степан – мраморный корги. Это очень редкий окрас. Это редкость для нашего города. Но ближайшего сородича только в Новосибирске. Вообще, в принципе, любая собака в нашей жизни – это разнообразие какое-то. Жизненный быт она скрашивает и вот эту суету вносит интересную. Это Несси. Это самая маленькая участница этой вечеринки. Ей всего три месяца. И вот, если честно, такая высокая концентрация корги на этом участке позволяет хотя бы на время абстрагироваться от всего того, что происходит вокруг. Нашим людям действительно не хватает каких-то положительных, позитивных событий в жизни. И мне кажется, что это очень хороший повод. Такое мероприятие – просто выйти из дома, подышать воздухом, пообщаться с собаками, погулять. Кстати, в парке «Изумрудный» планируют проводить тематические встречи не только с хозяевами корги. Организовать свою тусовку здесь могут даже голубеводы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Молтайском государственном театре «Кукол сказка» готовят премьеру для взрослых. Новая постановка будет значительно отличаться от тех, что ставили в театре ранее. Как проходит репетиция перед премьерой, расскажет София Яценко. Вот она готовится, как вы захватите. Да, готовится, а вот дальше. Вместо привычной игры «Кукол» – сложная хореография и множество визуальных эффектов. Такую современную интерпретацию произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь» готовят в театре «Сказка». Актеры не скрывают – формат гораздо сложнее привычного. Я до сих пор еще пока не там, если честно. Потому что это как бы необычно. И все-таки играть Белочку или Зайчика гораздо проще. Потому что там можно спрятаться за куклу, а здесь никуда не спрячешься. Все-таки живой план и все такое. В спектакле для взрослых куклой станет сама сцена. Благодаря объектам и экрану, которые отличают этот театр от других кукольных. И очень хотелось после спектакля «Паша», который мы здесь работали и выпускали в сентябре, что-то другое, да, неожиданное, что-то новое. И это тоже спектакль для взрослых, но это поэтический текст, и это уже сказка. И это комедия. И здесь масса всего придуманного. И с точки зрения художников, и с точки зрения хореографии. И это такая другая работа. Мы ее называем феерией, да, потому что это такая действительно сказка для взрослых. Маркировка на афише спектакля «Сон в летнюю ночь 16 плюс». Конечно же, мы ждем наше взрослое население. То есть, кому исполнилось уже 16 лет, добро пожаловать, посмотреть, послушать, наполниться поэзией Шекспира. Порадовать зрителя новой премьерой решили с началом весны. Спектакль покажут 4, 5 и 18 марта. Софья Иценко, Андрей Печеркин, День с толком. В Барнауле завершился третий тур Клубного чемпионата России по настольному теннису. Наша команда «Алтай» все так же идет на первой позиции, и в домашнем туре было важно сохранить преимущество. Получилось ли, расскажет Дмитрий Дроздов. Команды из Москвы, Краснодара и Майкопа приехали в Барнаул, чтобы остановить нашу команду и догнать ее в турнирной таблице. Однако хозяева в домашнем туре планировали играть по максимуму. Тем более, главная задача «Алтая» – занять первое место и выйти в премьер-лигу. Это элитный дивизион чемпионата России. Помимо топовых спортсменов и давления родных стен, нашу команду ожидало ярое столкновение сибирской школы тенниса и школы центральной части России. Отвечаются они серьезно. Наш теннис направлен на эффективность. А главный козырь гостей – эффектность. Там больше розыгрышей идут, больше люди заряжены именно в розыгрыше. А у нас идет подача и пару ходов. По итогу трехдневных баталий команда «Алтай» провела пять игр. В четырех встречах одержали победу. А вот в важном матче против краснодарской команды, увы, проигрыш 2-3. В турнирной таблице «Алтай» идет на первом месте. До финального тура нашу команду с верхушки никто не пододвинет. А он, четвертый по счету, пройдет в Казани в конце апреля. Там-то все и решится. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok